Добрый день, дорогие друзья! С вами Глафира Абрамовна. Сегодня мы с вами рассмотрим архивный рисунок, который найден был абсолютно случайно при разборе архивов. Да-да, давно мы с вами не заглядывали в мои архивы. И я с удивлением обнаружила рисунок, датированный 1976 годом. И так как я долгое время занималась детской психологией, и именно рисунком «Моя семья» я была несколько шокирована. Я объясню, почему. Вначале я поясню, что такое графическое отображение психического состояния. Благодаря этому мы можем узнать внутреннее самочувствие любого человека, любого возраста. Попросите его нарисовать что-либо, и поймете, насколько он себя чувствует. Но рисовать желательно людей. Есть такой прекрасный рисунок «Моя семья» – тест рисуночный, графический, который отражает взаимосвязи ребенка с окружающим миром. И вообще по тому, как ребенок рисует, можно понять, есть ли отставание в психическом развитии или нет. На момент рисования ребенку было 4 года 2 месяца. Я уже первое, что вижу, это отсутствие возрастной нормы. То есть рисунок нарисован на норму 2,5-2 года. Нет полностью нарисованных частей тела, волос. Недостает в некоторых рисунках органов чувства осязания. Вот только здесь мы увидим вот такого человека. А вот в этом виде это вообще крокозябра страшная. Это говорит о том, что ребенок, во-первых, плачет. Во-вторых, у него тревожное состояние. Волосы вверх обращены. И огромные-игромные глаза. Больше ничего. По возрастной норме в 4 года ребенок уже должен рисовать все части тела. И желательно уже рисовать лицо иначе. С обязательным указанием черт лица. Ну, давайте вот, наверное, начнем с этого характерного рисунка. Опять же, огромные глазницы. Говорит о состоянии тревожности. Нажим на ручку достаточно сильные такие линии, но неуверенный. То есть плохо, видимо, с моторикой рук. Очень нехорошо моторику надо развивать. Рот закрыт. Это говорит о том, что, или лучше не говорить, или окружающие с ребенком не разговаривают. Зато с ребенком много ходят. Потому что обращено внимание ребенка на ноги. Но нет рук, ребенка не обнимают. Ребенок чувствует вот такой эмоциональный голод. Еще вот эта часть рисунка очень характерна. Говорит, что ребенок чувствует себя одиноким. Одиноким, грустным. Вот смотрите, какой дом. Кривой. Кривое все. Кривой человек. Ходящий. И опять глаза полные ужаса. Что, в принципе, не есть хорошо. Даже вот на этом рисунке присутствуют уже элементы пуговиц. Что, в принципе, дети начинают рисовать в 2,5-3 года. Напомню, что ребенку уже за 4. То есть он уже достаточно взрослый. Но обратите внимание, что и пуговицы-то вот смазаны. И опять нет рук. И волосы опять все не приглаженные, а вот торчащие в разные стороны. Зато ребенок все слушает хорошо. Но опять с ним почти не разговаривают. Тишина и тишина. Особенно здесь характерно, что с ребенком молчат. Или просят помолчать. Вообще, такие рисунки очень хорошо показывают, насколько ребенок чувствует себя в этом мире. Если хотите проэкспериментировать на своих детях, то посадите, дайте лист А4. Лучше дать разные карандаши или ручки разного цвета. И посмотреть, как он нарисует. Еще раз напомню, что норма к 4 годам. Это уже в рисовании всех частей тела. Посмотрите, как будет расположен ребенок. Если он будет один, то будет чувствовать себя одиноким. Если он будет с руками и в связи с кем-то, значит, он ближе к кому-то. Попросите нарисовать маму, папу, окружающее, ближайшее окружение, окружающий его мир. Некоторые дети даже уже в возрасте 3-4 лет пытаются нарисовать собак, кошек. Посмотрите, как расположен рисунок. Если ребенок совсем-совсем одинок, то он рисует или себя одного, или рисует где-нибудь в сторонке. Самое ужасное, когда рисунок показывает, что ребенок маленький-маленький, а все остальные большие. Чем больше другой человек нарисован, тем он значимее для ребенка. Попробуйте, поэкспериментируйте. Если под ребенком будет нарисована как бы земля, такая твердь, то это говорит о том, что ребенок уверенно себя чувствует. Если у ребенка не будет у остальных родителей указанных органов чувств, то это говорит о том, что ему не хватает сенсорики с родителями, то есть не хватает разговоров, не хватает, чтобы его слышали, слушали. Очень интересный тест. Попробуйте, увидите много, что интересного про себя, про своих знакомых. Я вам настоятельно рекомендую. Если у вас это получится, то пишите потом мне или кто-нибудь в личку присылайте. Мы с вами сделаем разбор полетов и увидим, где есть проблемы. Так что вот такие забавные дела находятся в архивах, в архивах, в семейных аналах. У нас с вами была Глафира Абрамовна, которая плохого не посоветует. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, рассказывайте, встречаются ли вы с таким тестом. Тест очень простой. Тест показывает действительно взаимоотношения и внутреннее состояние ребенка. Всем пока! Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok